Совсем скоро исполнится 70 лет со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Долгие три года изнывала под фашистским мигом белорусская земля, но никакими репрессиями оккупанты не могли сломить волю нашего народа. Ополчение Беларуси внесло весомый вклад в разгром фашистских захватчиков. В годы оккупации Синеокую по праву называли республикой-партизанкой. И сегодня, спустя много лет, наш народ хранит память своих героев. В преддверии очередной юбилейной даты 70-летия освобождения Беларуси от фашистской Германии в стенах Брестской крепости собрались журналисты-брещины, чтобы вместе подумать над тем, как осветить эту дату в своих материалах. Все-таки есть необходимое, что называется, сверить часы. Посмотреть, как сейчас уже по нашим средствам массовой информации идет эта тема, какие-то возможности у нас истолы подкорректировать. И, конечно, самое главное, обменяться просто мнениями по предстоящей дате. В чем, скажем так, отличие в освещении 70-летия от предыдущего 65-летия? Что изменилось за эти пять лет? Как повлияла ситуация в целом стране? Как повлиял тот момент, что все-таки времена меняются, уходят люди? Поэтому ведь эти даты, понимаете, они цикличные. Тема актуальная и не потому, что идет юбилейная дата 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и следующее 70-летие Великой Победы – это суть человеческой жизни – помнить свою историю и держать в сердце и в мыслях тот патриотический стержень, который делает крепкой державу и людей. Весьма символично, что круглый стол прошел именно в стенах Брестской крепости. За год мемориальный комплекс посещает более 380 тысяч туристов. Это именно тот уголок земли, где даже воздух особенный, помнящий события войны и напоминающий их всем, кто ступил на территорию крепости. Когда журналисты, мы знаем, какие вы очень дотошные, очень скрупулезные, задают много вопросов, касающиеся любой направления нашей работы, нашей деятельности, тем самым мы каким-то образом соизмеряем, сверяем, что называется, часы, наши действия, правильные, неправильные, я думаю, что польза будет обоюдная. Мы не можем повлиять на события прошлого, но мы можем сохранить о нем память. Какой она будет, зависит от каждого из нас. А задача журналиста – вести достойную летопись современности и серьезно подходить к освещению памятной и значимой даты – 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.